Это ответы на вопрос о моей новой веганской формуле для желчного пузыря. Вот это обычная формула, а вот это уже новая формула. Я хочу рассказать об ингредиентах вот этого продукта. Зачем я вообще создал формулу для желчного пузыря? Во-первых, есть столько проблем со здоровьем, которые связаны с желчью, связаны с желчным пузырем. Не все могут есть животные продукты. Я создал эту формулу из разных ингредиентов, чтобы помочь стимулировать выработку желчи, улучшить здоровье желчного пузыря и много для чего еще, что связано с желчными солями, но не добавляя эти соли в сам продукт. Все эти ингредиенты веганские. Первое. Бетаиногидрохлорид. Он помогает нормализовать PH желудка. Почему это важно? Потому что кислота в желудке побуждает желчный пузырь выпускать желчь. Если желудочного сока мало, возможно, поэтому желчь и не течет по желчным протокам. Также бетаиногидрохлорид помогает снизить симптомы ГЭРБ. Это своего рода кислотная отрыжка. Далее. Бетаиногидрохлорид уменьшает несварение, газообразование и вздутие. У многих людей с проблемами желчного пузыря, с желчными камнями или нехваткой желчи не хватает кислоты в желудке. Бетаиногидрохлорид помогает увеличить количество кислоты в желудке. Далее. Корень калинсонии канадской. Многие знают о ее применении при геморрое, но ее применяют и в других целях. Она снижает воспаление в желчном пузыре, помогает расслабить и расширить желчные протоки. Ведь если желчные протоки слишком напряжены, желчь по ним течь не будет. И это может создать много проблем. Следующий ингредиент — экстракт листьев артишока. Он содержит фитонутриент под названием цинарин, а цинарин стимулирует выработку желчи. Далее. Экстракт листьев перечной мяты. Листья мяты стимулируют выделение желчи, помогают расслабить желчный пузырь и желчные протоки. Мяту используют при многих проблемах с пищеварением — вздутие, несварение, газы. Так что я добавил её в этот продукт. И я добавил имбирь. Он очень полезен для пищеварения. В частности, он помогает превращать холестерин в желчные соли. Далее. Тут есть два набора разных ферментов. Оба веганские. Проблема с ферментами для веганов в животном происхождении ферментов. Так что я нашёл две версии ферментов, которые очень полезны для веганов. Первое. Растительные панзимы плюс для веганов. Это альтернатива так называемому панкреатину-4Х. Это комбинация ферментов, которые могут снять напряжение с желчного пузыря и помочь пищеварению. И последний ингредиент называется веганский пепсин 1 к 3000. Это веганский состав, альтернатива версии пепсина животного происхождения. Пепсин — это главный фермент, помогающий расщеплять белки. Как видите, этот продукт нацелен на различные аспекты пищеварительной системы. При этом большое внимание уделяется желчному пузырю и желчным солям.